Методические практики Талантливые школьники Республики могут пополнить свои знания у именитых мастеров. Смотрите репортажи из Центра для одаренных детей «Спутник». На площадке 19-й гимназии Черкеска начался первый этап – испытание «Методическая мастерская». В первой половине дня 30 участников конкурса демонстрировали свои профессиональные компетенции. На протяжении 15 минут учителя презентовали свои методические практики в организации процесса обучения. В ходе испытаний оценивались актуальность и результативность, научная корректность, информационная, коммуникативная и языковая культура. Затем участники отвечали на вопросы жюри. Сохранение родного языка – сложный процесс. Этот конкурс позволяет узнать, как в разных уголках страны решается эта проблема, отметила сенатор от Ненецкого автономного округа Римма Галушина. Проблемы сохранения родного языка мне очень близки и понятны. И довольно-таки давно занимаюсь этой темой. Конечно же, мне очень интересно услышать мнение конкурсантов, как у них решается эта проблема, потому что это проблема практически всех языков, особенно малочисленных народов. И я думаю, что в рамках этого конкурса мы также сможем выработать новые инструменты, позволяющие нам сохранить и развивать родные языки. Учителя из 73 субъектов России участвуют в конкурсе. Накануне торжественная встреча гостей проходила в 19-й гимназии Черкесска. Подробности у Али Баташева. Танцами и традиционным угощением, хлебом с солью и чашей аэрана встречала Карачаева Черкесия гостей из 73 регионов страны. Все они участники конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Он проходит в год педагога и наставника и направлен на поддержку развития языков народов России. У вас пройдут испытания. Мы постарались создать для вас комфортные условия, чтобы вам было удобно поделиться своими лучшими педагогическими практиками, обменяться опытом и, конечно, приобрести новых наставников и друзей. После регистрации гостей в актовом зале 19-й гимназии Черкесска состоялась жеребьевка очередности выступлений участников конкурса и представлений членов жюри. Юлия Серебрякова приехала из Ульяновской области в национальном костюме. Я, где возможно, пропагандирую язык, культуру своего народа. А как назвать вот у вас на голове вот это украшение? Честно говоря, это девичье украшение. Масмак. Женщины его носили только поверх платка, как закрепляющий элемент. Но я решила, что я еще не совсем юна душой. Меритя Тусида преподает родной язык и литературу в Ямало-Ненецком автономном округе. Считает своей главной задачей сохранение ненецкого языка среди коренного населения Ямала. Моя, наверное, задача как учителя родного языка – это говорить, беседовать с родителями. Не только Тундрово-Поселковый, да, что если не станет нашего ненецкого языка, то нас как национальности не станет. Это такая задача, наверное, учителя. А в работе, наверное, я больше с детьми как тоже стараюсь говорить о значении нашего языка. Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» направлен на поддержку развития языков народов России. Он завершится в Черкесске 24 сентября. Нашу республику на нем представят учителя базинского языка Ида Дахчукова. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. После знакомства учителя переместились на другую площадку Черкеска – Стеллу дружбы народов. Яркая палитра национальных костюмов и флагов. Лучшие учителя родного языка со всей страны уже готовы показать все свои способности и знания. Родной язык бесценен для каждого. Изберечь его – важная задача, признаются педагоги. Именно поэтому основная цель конкурса – это поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта. Учителей дружно встречали творческие коллективы Карачаева Черкесии. А уже в амфитеатре состоялось торжественное открытие заключительного этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Он собрал лучших представителей профессий со всей нашей страны. С места событий – репортаж Альбины Ламковой. Сэмбэна ухибут. И начинается урок. Здравствуйте, дети. Невозможно научить детей чему-либо, если педагог не испытывает искренних чувств к тому, о чём говорит, уверена Аюна Дарджиева. Главная цель каждого урока по родному языку и литературе – привить любовь к родному слову и отдать свои знания по его изучению, добавила она. Приехала Аюна Жамьяновна из республики Бурятия. Очень важно каждому буряту знать свой родной язык. Я стараюсь творчески подходить к урокам, применяя на уроках игровые технологии в основном, арт-педагогика на уроках бурятского языка и театральная педагогика. Родной язык – это неотъемлемая часть Родины. Родное значит своё. Любовь к нему тоже безусловна. Его сохранить и развить – одна из главных задач. Её решают учителя родного языка и родной литературы. Было отмечено на открытии заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023». Вы волшебники, потому что именно во многом благодаря вам в нашей стране слова родной язык, язык моего рода, язык моей семьи, язык моей мамы, всё ещё наполнен смыслами и ценностями, ценностями, которые нас всех объединяют. Заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса собрал лучших представителей профессии. Это важное событие и одно из ключевых. По завершению конкурсных мероприятий определится победитель. Я уверен, что каждому участнику родных языков, я думаю, сегодня будет праздник, на этой неделе будет праздник, показать возможность, традиции, обычаи, культуру каждого народа. В этом году при поддержке министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова в рамках конкурса проводится отдельная номинация для воспитателей дошкольных образовательных организаций «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». Этап пройдет в Республике Северная Осетия. Концертная программа была насыщенной и разнообразной, состоящая из номеров различных жанров. Затем ведущие мероприятия актер театра и кино Александр Касаткин и актриса театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина Гусева, пригласили на сцену тех, для кого родной язык – это то, что находится в самом сердце. Тех, кто преодолел сотни и тысячи километров для возможности обмена опытом с другими преподавателями, кто делится секретами профессионального мастерства. Всего в конкурсе планируется участие более двухсот человек. Затем для всех гостей праздника прозвучала известная песня, объединяющая всех учеников в исполнении Екатерины Гусевой. И, конечно, прекрасная далёка, которая совсем рядом. Открытие заключительного этапа всероссийского конкурса стал ярким и запоминающимся. Впервые на площадке городского амфитеатра собрались учителя из разных уголков нашей необъятной страны. Впереди на пути к победе специалистов ждут новые профессиональные испытания. Альбина Ламкова, Ликвастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В честь дня рождения Карачаева, Черкесии и города Черкеска состоялся галоконцерт в рамках 22-го международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу». За один вечер на центральной площади республиканской столицы выступили около 500 артистов из 12 регионов России и ближнего зарубежья. Дарья Тендит расскажет подробнее. Наша гостеприимная Карачаева-Черкесия приняла творческие коллективы из СКФО, ЮФО, новых субъектов России, Луганской народной республики и Херсонской области, Севастополя, Абхазии и Южной Осетии. Шоу-группа «Гуляй, Душа» впервые побывала в Карачаево-Черкесии. Мы очень рады были поучаствовать на таком глобальном мероприятии, фестивале, где столько собралось народности, столько представителей нашей великой страны. Встречали нас с хлебом с солью, вашими традициями, песнями, поздравлениями. Вроде как мы приехали на фестиваль, а встречают нас. Было очень трогательно, душевно. От всей души поздравляем всех жителей Карачаева-Черкесии и города Черкесии с днём рождения! От имени главы и правительства республики с приветственным и поздравительным словом выступил председатель народного собрания Александр Иванов. Он поблагодарил гостей жителей Карачаева-Черкесии за патриотизм и любовь к родине. Разрешите сегодня искренне поздравить вас с днём Карачаевой-Черкесской республики и города Черкесия. Я рад, что именно в наш праздник на территории республики проходит ежегодный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», ставший уже международным. Уверен, что наша гостеприимная республика не оставит вас равнодушными. На главной сцене республики артисты подарили свои лучшие вокальные и хореографические номера тысячам зрителей. Для нас большая радость и честь, что в наш праздник, большой двойной праздник, День Республики, День города Черкесия, Министерство культуры Российской Федерации доверило нам провести здесь, в Карачаево-Черкесии, в городе Черкесии, один из самых главных фестивалей в нашей стране. В очередной раз этот фестиваль позволил показать, что Карачаево-Черкесия – это гостеприимная земля, где рады гостям, где всегда чтут традиции, хранят гостеприимство и рады встретить друзей. Создать настоящий праздник – наша задача, поделился главный режиссер фестиваля «Мир Кавказу». А изюминка – это объединение жителей, сохранение и передача традиций всех народностей. Конечно же, мы всей командой поздравляем жителей Карачаево-Черкесии с праздником, с тем, что у них есть такая прекрасная республика, такая удивительная земля с такими красотами. Концерт за кулисами – это было по-настоящему. У людей на глазах были слезы, именно потому, что людям сейчас нужно настоящее. Волна радости, волна братства, потому что коллективы, которые были ранее незнакомы, они обнимались, как будто они были знакомы всегда. Карачаево-Черкесия, спасибо тебе за то, что сегодня люди чувствовали это единство. Зажигательная лесгинка, лирические патриотичные песни сменяли друг друга, создавая праздничную атмосферу. Завершил 22-й международный фестиваль «Искусств Мир Кавказу» творческий номер «За тебя, Родина, Мать» в исполнении заслуженных артистов Карачаева-Черкесии, Ачара Мирикулова и Артема Разина. Искусство способно соединять пространство. В этом можно убедиться, посетив выставку с одноименным названием, которое открылось в картинной галереи Черкесска. Организатором экспозиции работ художника Игоря Харанько выступило региональное управление Росреестра. На выставке побывал наш корреспондент Артур Мхце. Соединяя пространство. Так называется выставка работ живописца из ясентуков Игоря Харанько, которая открылась в картинной галереи столицы Карачаева-Черкесии. Для искусства не существует границ. Оно способно объединять людей на огромном расстоянии. На картинах художника представлены пейзажи нескольких регионов Северного Кавказа, в том числе нашей республики. Эта выставка передвижная по всем республикам, поэтому представлены флаги республик Северного Кавказа. И в момент завершения по всем республикам, после этого мы здесь и представлен флаг Луганской Народной Республики. Значит, я буду дарить 25 работ в Луганский музей. И таким образом мы соединяем пространство. Но это о дальнейшем маршруте передвижной выставки. Пока же у жителей Карачаева-Черкесии есть возможность в течение недели познакомиться с творчеством члена Союза художников России Игоря Харанько. Организация серии мероприятий по Северному Кавказу стала возможной благодаря федеральной службе Росреестра. Передвижная выставка «Соединяя пространство» стартовала в Ставропольском крае, потом переезжала в Дагестан, Кабарде, на Балкарию. Теперь настала очередь нашей республики. Руководитель регионального управления Росреестра Аминат Батчаева поблагодарила художника за сотрудничество. Тот, в свою очередь, подарил картиной галереи Черкеска одну из своих работ. Кроме того, он планирует провести мастер-классы с молодыми талантами. А фото с ними на память стало началом дальнейшей экскурсии живописца по представленной экспозиции. Эльцование для меня, ну я им интересуюсь с раннего детства. И для меня это как, ну неотъемлемая часть жизни, наверное, потому что если я все-таки увижу что-нибудь впечатляющее, то мне все-таки захочется запросить это как-нибудь визуально. Не знаю, буду ли я связывать с этим жизнь, но нарисовать, я думаю, буду на протяжении все-таки всего своего пути. Я также интересуюсь рисованием с раннего детства. Мне это очень нравится, для меня это как хобби. В основном в свободное время я рисую. И картины, которые здесь представлены, мне кажется, они очень интересные, очень фактурные, красивые. Посмотреть в картинной галерее на работы художника Игоря Харанько можно до 21 сентября. Чуть позже передвижная выставка отправится дальше по регионам Северного Кавказа, чтобы затем завершить путешествие в Луганской Народной Республике. Артур Макцелий Бастанов, 200, Карачао, Черкесия. Уже год как работает первый и единственный в республике центр одаренных детей «Спутник». Талантливые школьники могут пополнить свои знания у именитых мастеров в различных областях, окунуться в мир студенчества и пожить с друзьями в кампусе. Наша съемочная группа побывала в «Спутнике» с подробностями Альбина Курочинова-Кенжева. Жизнь в центре одаренных кипит. Сюда стремятся пройти лучшие из лучших. Ведь попав в центр, ты по окончании смены получаешь опыт, знания, секреты преподавателей в таких областях, как наука, искусство и спорт. Кроме того, на выходе получаешь сертификат о завершении курса, приятные эмоции от общения со сверстниками, а также само проживание в современном кампусе. Кроме того, ребята обеспечивают пятиразовым питанием. И все это абсолютно бесплатно. Наш центр создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в соответствии с национальным проектом, также в соответствии с подписанным соглашением между Образовательным фондом «Талант и успех» и главой нашей республики Рашидом Борзбевичем Тимрезов. Наш центр функционирует уже ровно год. На прошлой неделе мы отмечали нашу годовщину. В этом центре все совершенно бесплатно для детей Карачаева-Черкесской республики. И не только для детей Карачаева-Черкесской республики. Попасть к нам можно очень легко. Все наши программы висят на нашем сайте «Центр одаренных детей». Записаться можно по навигатору доп. образования на любую программу. Будь то регулярная программа, будь то профильно-интенсивная программа по всем направлениям. Сегодня в центре идет отбор на профильную смену по олимпиадной математике. Ведет отбор молодой ученый Эдуард Джан-Дубаев, который преподает в СКФУ в городе Ставрополье на инженерном факультете. Заявилось больше 50 учащихся, но пройдут 20 сильнейших. Я сюда договорился приехать с друзьями, пройти тест и поучиться на профильной математике. Нам очень интересно, ведь математика очень интересный предмет для нас. Хотим получить новые знания, уйти с новыми достижениями. А вы слышали правила в этот центр? Да, конечно, мы не первый раз тут. Нам очень здесь нравится. Это очень хорошее место для развития молодежи. Здесь можно получить хорошие знания, прожить здесь прекрасные две недели, получить удовольствие, познакомиться с новыми детьми для себя, приобрести друзей. Я хочу здесь получить максимум знаний и в будущем эти знания как-то воспользоваться этим знанием. Пока ребята проходят отбор на профильную смену, родителям провели экскурсию по центру. Показали кампус, кабинеты для обучения, многое другое. Даже взрослые в полном восторге от центра. Что уж там говорить о детях. Наш кампус – это своего рода небольшое общежитие, где дети на протяжении 14 дней живут и обучаются. То есть на протяжении тех дней дети находятся у нас в центре. Нахождение здесь предполагает проживание, питание и обучение. Мы заходим в навигатор 09 Дети КЧР, регистрируемся, смотрим интересующие нас программы и регистрируемся в навигаторе. В центре работают высококвалифицированные специалисты, которые ждут ребят на регулярные профильные смены. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Райский уголок, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Еще с 19 века город-курорт Тиберда была кавказской здравницей и местом, где каждый мог насладиться живописнейшими пейзажами и вдыхать чистый горный воздух. В этом году курорту исполнилось 140 лет. Об истории развития Тиберды и о том, какие природные достопримечательности популярны у туристов, смотрите в нашей рубрике «Точка на карте» с Алиханом Лепшоковым. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго. Курорт-курорт Тиберда является не только республиканской здравницей, но и жемчужиной в ожерелье курортов России. Сюда приезжают тысячи туристов, чтобы поправить свое здоровье и отдохнуть. Живописнейший уголок с величественными горами, чистыми реками. Еще в 19 веке в Тиберде проходили лечения от таких болезней, как туберкулез. Тогда же и появились первые казенные дачи, которые являются прообразом нынешних домов отдыха. Воздух в городе-курорте Тиберда и правда целебный. А его ионизация в 50 раз выше, чем на равнинах. Возможно, и не случайно это райское место получило название с перевода с карачаевского языка «Божий дар». Изначально Тиберда был курортным поселком, а в 1971 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему был присвоен статус города. Здесь множество целебных источников, чистых рек и вод. Особым великолепием и красотой отличается озеро Каракель, где можно поплавать и отдохнуть на берегу в тени деревьев. Город-курорт Тиберда отметил свой 140-летний юбилей. С днем рождения горожан поздравили гости из других регионов России. Мы приехали на этот праздник из Ставропольского края, из города Благодарный, для того, чтобы посмотреть на этот город, на этот праздник, поздравить всех горожан его, пожелать им процветания, пожелать им удачи, успехов, здоровья, всего самого доброго. Это замечательный город, здесь очень красиво, здесь доброжелательные люди. Мы с удовольствием сюда приезжаем, уже не первый раз, а сегодня особенно хочется поздравить всех горожан с их юбилеем. В честь юбилея в Тиберде организовали различные спортивные состязания, такие как стрельба из лука, армспорт, поднятие гири. В них приняли участие дети и взрослые. Юные жители Тиберды тоже очень любят свой город и пожелали курорту дальнейшего процветания. Вообще это классно, что они отмечают, когда Тиберде исполняется столько лет. Это вообще топ, что они делают соревнования всякие, организуют это всех для жителей. Вообще молодцы, что они это все делают. Занимались молодежью спортом, дружили между собой, развивались только в лучшую сторону. А сегодня что, праздника и не отношения? Все хорошо, нравятся организаторы, постарались для детей, для взрослых, есть на что посмотреть. Все нормально. Отрадно видеть, что жители приобщены к активному отдыху и здоровому образу, отмечают организаторы праздника. И к следующему году планируют увеличить масштаб состязаний. У нас уже второй год мы проводим, как бы, день города Тиберды. У нас сегодня проводятся спортивные мероприятия, дисциплины стрельба из лука, поднятие гири, колтаж на метание камня и армспорт. Там две весовые категории, которые сегодня проводятся у нас. То есть новшество, это, конечно же, у нас стрельба из лука, которую дети, как бы, с удовольствием хотят попробовать, желающих очень много. Ну и по традиции самая аппетитная часть праздника – это кулинарные мастер-классы национальных блюд. Каждый желающий мог попробовать вкусные горячие хачаны, сочное мясо баранины и карачаевское блюдо «Бышлав-Бишерген». Организаторы постарались, чтобы праздник получился ярким, вкусным и зрелищным. Отрадно видеть, что столько пришло гостей и туристов на этот праздник. Видно, что все веселятся, радостные все. Такие праздники надо совершать чаще. И это очень приятно и полезно для всего нашего населения. В этом году в два раза больше, чем в прошлом году. Люди разносят эту информацию друг другу, друзьям рассказывают. И очень много людей. Вы же сами видите, можете понаблюдать, здесь очень много людей. Преображению Тибирды радуются и старожилы города-курорта. Очень хорошая традиция. Я уже сказал, людей много здесь отдыхающих. В данный момент очень много приезжих. Нам приятно, когда они общаются, приезжают. И традиционные блюда бесплатно все дают, все идут, кушают, радуются. Это уже приятно. Всем жителям, как и всем остальным гражданам нашей большой страны, я желаю крепкого здоровья, долголетия, успехов в труде и воспитания подрастающего поколения. Слова поздравления в день юбилея прозвучали и от представителей власти. Безусловно, Тибирда – жемчужина юга России. Обрамленная горными вершинами и густыми лесами, она как глоток свежего воздуха придает силы и здоровье как жителям города-курорта, так и многочисленным туристам, которые приезжают сюда погостить со всей страны. Главное богатство Тибирды – это ее жители, трудолюбивые, гостеприимные, которые бережно хранят и приумножают дарованную природу и красоту. Здесь живут по-настоящему добрые, искренние, шедрые, гостеприимные люди, которые чтят традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Ежегодно город-курорт Тибирду посещают более 400 тысяч туристов. Здесь поправляют свое здоровье, дышат целебным воздухом. Известные артисты посвятили свои лучшие творческие номера городу-курорту. Хочешь, я тебе легенду расскажу, про любимую долину Тибирду. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, город-курорт Тибирда.